МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Персональный акцент». Уходящая неделя оказалась не менее напряженной с точки зрения политического противостояния. С одной стороны, президент и поддерживающая его партия социалистов. С другой стороны, правительство и парламентское большинство, сформированные демократами. В этом обмене политических ударов разобраться сложно порой даже подкованным политическим аналитикам. И чтобы не дать себя обмануть, главное правильно расставить акценты. И поможет нам в этом доктор права Сергей Мишин. Здравствуйте! Добрый вечер! С удовольствием вас принимаем в нашей студии. Как правило, диалог выстраивается достаточно, будем говорить, конструктивно. То есть и понятно нашим телезрителям, что же происходит сегодня на политическом ландшафте. Вот первый вопрос. Буквально вот самая последняя новость с информационных лент нашего Отечества. Демократы обвинили партию социалистов в том, что социалисты начали предвыборную агитацию раньше срока. В чем причина, что послужило основанием для вот таких заявлений и насколько право демократов в своем утверждении, что партия социалистов стартовала в предвыборной агитации? Действительно, сегодня партия демократов подала в Центр избирком заявление о том, что партия социалистов нарушает предвыборный кодекс, а именно о том, что она уже выдвинула кандидатов, которые начали предвыборную агитацию. Хотя законодательством предусмотрено, что выдвижение кандидатов и предвыборная агитация может быть произведена только за 60 дней до начала выборов. Они в данном случае попытались склониться к тому, что партия социалистов нарушила 51-52 статью кодекса о выборах, прикрепив к этому закон о партиях и политформированиях. Также прикрепив наш небезызвестный кодекс аудиовизуальный, что те телеканалы, которые пиарят этих кандидатов, пиарят их действия, которые они производят, и встречи с народом, также нарушают и являются предвыборной агитацией. Ну, демократы, конечно, молодцы, но поспешили с выводами, в том числе и с этим заявлением. Как говорил один из депутатов, прежде чем искать осинку у себя в глазу, нужно у себя вытащить бревно. Начнем с того, что партия социалистов не начинала выдвижение кандидатов и ни один из кандидатов не зарегистрирован как кандидат на выборах. Сегодня партия социалистов объявила изначально, что они делают праймерис, то есть они в определенных округах выдвинули каких-то кандидатур, за которые люди, партийцы и сторонники партии проголосовали, что да, в принципе, этот человек готов. То есть он претендует? Нет, готов быть и баллотироваться как одномандатный кандидат. И что дальше пошло? То есть сегодня эти кандидаты в кандидаты ходят и встречаются в своем округе, общаются с людьми, проявляют некую работу и со стороны партии смотрят, как он ведет эту работу. Может он общаться с людьми? Не может он общаться с людьми? Может ли он продвигать идеи? Не может он продвигать идеи? Для чего? Для того, что когда состоится республиканский совет партии, эти кандидаты либо будут утверждены как кандидаты в одномандатный округ, либо какие-то кандидатуры будут заменены, потому что они не справились с определенного рода агитацией или с определенного рода работой. И еще один момент, о чем демократы сегодня забывают. Они забывают о том, что данные кандидаты не проводят избирательную агитацию. Они не призывают голосуйте за меня или голосуйте за партию такую-то. Вот что является предвыборной агитацией. Они что, уже повесили билборды где-то, которые говорят, что вот я хороший кандидат, я уже зарегистрирован, проголосуйте за меня. Ведь что такое предвыборная агитация? Здесь опять обращаемся к кодексу выбора. Это призыв голосовать за кого-либо. Или это предоставление своей личной платформы, что я буду делать, если вы меня изберете. Сегодня ни один из кандидатов такую платформу не представляет. Что они обсуждают сегодня с людьми на этих сходах? Были выдвинуты 10 прерогатив партии социалистов на площади 18 ноября, которые могут лечь, опять-таки не вопрос, что все 10, могут лечь в предвыборную платформу партии. Но для того, чтобы понимать сегодня, имеет смысл все 10 пунктов включать? Или может быть там первостепенных только 5 пунктов? Или может быть увеличить. Или может быть увеличить, да, сделать не 10, а 15 пунктов. Это надо как-то обсудить с людьми? Вот они и поручили. Тут приходит двойная проверка. Первое, проверяют, как этот кандидат может объяснить людям и получить внятный ответ от людей. И насколько качественные вот эти 10 пунктов, могут они лечь в программу партии или нет. Этим партия должна заниматься вообще каждый день. Вот с момента, как их избрали, депутаты, они не должны ждать следующего цикла выборов, а должны заниматься каждый день. То есть люди должны встречаться. И давайте мы посмотрим с вами, а кто встречается сегодня с людьми от партии социалистов? Муниципальные советники, депутаты парламента. Они по статусу им положено это делать. Они проводят встречу с гражданами. И демократы, говоря о том, что они нарушают законодательство, давайте честно скажем, кривят душой. А вы не нарушаете, господа демократы, законодательство. Когда сегодня, прям сегодня свежий факт, депутат вашей партии в Ханчешском районе собрал родителей и руководство одного детского садика, производит там подарки, рассказывает о том, как демократическая партия хорошо управляла, какие пенсии повысились, как повысились заработные платы, какие хорошо дороги сделаны. Это что? Не агитация ли? Получается, что одна партия обвиняет другую партию в политической активности? Или в данном случае проявлении ревности? То есть мы проявляем свою, если признавать, если демпартия в случае, например, такого порыва честности, признает, да, мы проводим политическую активность в регионах, в округах и так далее, то это их заявление в ЦИК можно рассматривать как проявление политической ревности в отношении конкурентов. Нет, я даже бы сказал, что это не просто политическая ревность, это политический испуг со стороны демократической партии, потому что они сегодня видят, что партия социалистов на сегодняшний момент по всем соцопросам более узнаваемая партия, ей доверяют больше граждан, она активная, она общается с народом, она идет в народ, и естественно, а демпартия таких рычагов не имеет. Демпартия сегодня может только в таком наличии рычагов административных, и не только административных, и телевизионных рычагов, и масс-медиа, и СМИ, у них все в руках, но в любом случае, когда ты общаешься вживую, это один разговор, когда ты с телеканала, это абсолютно другое, да, у тебя аудитория единопокрытия намного выше с телеканала, но если ты кроме единопокрытия не приходишь к человеку, не говоришь с ним тет-а-тет, это не дает того результата положительного, который поможет на выборах выиграть. И вот сегодня, почему все говорят, что партия социалистов это всенародная партия? Потому что они не боятся идти с людьми общаться, они не боятся встречаться с людьми, они умеют выслушать людей, они на своем уровне готовы даже в некоторых вопросах помочь, но помочь не так, как делает сегодня демократическая партия. Давайте обратимся к моменту подкупа избирателей и использования админресурса, что запрещено законом Конституции, Кодексом о выборах и также законом о партиях и политформированиях. Ведь когда лидер партии выходит во вторник и говорит, мы поднимем заработные платы почтальонам, мы поднимем пенсию всем на 10%, у кого пенсия меньше чем 1589 лей. Мы каждому пенсионеру подарим по 600 лей к Новому году. А за счет чьей это мы сделаем? За счет государственного бюджета, потому что мы дали такое предложение правительству Республики Молдова, мы партия демократов, да, дали распоряжение правительству, и правительство найдет деньги в госбюджете, чтобы это осуществить. Так вот у меня теперь вопрос к Центроизбиркому, а не нарушение ли это законодательство? Первое, используют наши с вами деньги налогоплательщиков. Для чего? Для того, чтобы купить избирателей на последующих выборах, и при этом используют админресурс, потому что партия дает указания государственному органу, в данном случае правительству, в этой же партии, осуществить это. То есть партия даже не тратит финансового ресурса, а впрямую использует административный ресурс, чтобы купить избирателей. Вот вам прямое нарушение законодательства Республики Молдова. Так а почему же вы на себя тогда не пишете? Или вы это не замечаете, господа демократы? А очень хорошо посмотрите и в эту часть. То есть то, что люди ходят, общаются с людьми, то, что люди ходят, выслушивают людей, это вы называете нарушением законодательства. И, конечно же, вы что делаете? Вы сегодня начинаете уже искать поводы, как в определенных моментах снять того или иного кандидата. Но с точки зрения юридической... Здесь есть замах на большее, чем на кандидата. Мы пока начинаем с этого. А потом уже, естественно, если мы начнем снимать кандидатов, завтра мы начнем придираться и к партийному списку, и в итоге что мы можем сделать? Два варианта. Первый вариант. Мы можем снять партию и отстранить от выборов. Либо второе. Если мы почувствуем, что мы не выигрываем выборы, а мы это уже начинаем чувствовать... Это вы говорите за демократов. За демократов, да, конечно. Мы говорим с точки зрения демократов. Мы уже начинаем чувствовать, что мы не выигрываем выборы, как демократы. Это есть повод, чтобы конституционный суд, а какие решения он выносит, и кому он принадлежит, мы с вами прекрасно знаем. Это тоже административный ресурс Демпартии. Конечно. То он вынесет решение о том, чтобы не валидировать мандаты новых депутатов. Соответственно, это может привести к досрочным парламентским выборам. Вот к чему начинаются эти первые шаги, которые сегодня демократы направляют и пишут в Центр избирком. Ну, ведь такой сценарий непризнания или, в общем-то, выборов, которые пройдут 24 февраля, мне кажется, все равно он не сработает на руку тем же демократам. Потому что, смотрите, это резко снижает активность избирателям. Ходить по выборам, это же утомительно, по большому счету. Особенно, когда ты понимаешь, что с твоим выбором перестают считаться, используя административный ресурс. И в данном случае может возникнуть и протестное голосование. Здесь демократы, мне кажется, не настолько глубоко все просчитывают. Здесь демократы рискуют очень сильно. И это действительно так. Причем они рискуют как внутриполитически, так и внешнеполитически. Внутриполитически, вы абсолютно правы, это может возникнуть протестная волна. Не только протестное голосование, но и протестная волна. Потому что при таких ситуациях, если они будут отстранять партию, либо идти к тому, чтобы сделать досрочные выборы, не признав победу оппонента. Причем победу, насколько я понимаю, она будет довольно ощутимая, эта победа. Это, естественно, поднимет протестную волну, и люди выйдут на улицу. Мы с вами это должны предвидеть и понимать, что будет. Причем даже тут и клич особо кидать не нужно будет в массы, выигравшей партии. То есть люди сами, они уже накалены на то, чтобы выйти на улицу и смести эту власть. Сегодня пока есть рычаги, и нужно отдать должное и господину президенту, и партии социалистов, которые пытаются сдержать вот эту волну выхода на улицы, потому что понимают, что может развязаться гражданская война, и довести все-таки до 24 февраля, до этого рубежа, и демократическим нормальным путем сменить эту власть. Но если опять партия демократов не пойдет на это, тут уже людей сдержать будет невозможно. Просто не остановить. И также внешние партнеры, те же Соединенные Штаты Америки, которых господин Канду пригласил наблюдателями на выборы парламентские, тот же Европейский союз и все их структуры, которые приглашают сюда для того, чтобы наблюдать за ходом выборов парламентских, они усомнятся в решении Конституционного суда и в решении Демократической партии проводить досрочные выборы при вот этом раскладе. Поэтому они очень сильно рискуют, и если все-таки удастся сдержать людей после 24-го, и они пойдут на шаг, чтобы проводить досрочные парламентские выборы, я боюсь, что те 12-15%, которые сегодня им пророчат социологические опросы, превратятся просто в ноль. В этой волне обвинений со стороны демократов в адрес партии социалистов, вот есть слышанный голос премьер-министра Павла Филиппа, обвиняющего президента страны, не знаю ли, в том, что он использует внешний ресурс или договоренности с российским президентом об амнистировании мигрантов, и это является влиянием, так сказать, на внутренний политический процесс, влиянием на избирательный процесс. Вот как, ваш комментарий, насколько оправданное такое заявление? Ну, опять повторюсь, демократы не видят бревно в своем глазу, то есть они обвиняют, с одной стороны, что господин президент договорился об амнистии мигрантов, и не только, кстати, об амнистии, он еще договорился, что на полгода снимут пошлины с наших товаров на въезд в Российскую Федерацию. Это взаимоотношение президентов двух государств. Оно никак не может повлиять на внутреннее положение дел в стране предвыборных или выборных. Почему? Потому что те люди, которые будут амнистированы, они сегодня работают в Российской Федерации, и голосуют они в основном в Российской Федерации, не здесь, внутри Молдовы. То, что за него пойдут голосовать те экономические агенты и попросят своих работников, чтобы проголосовали также за партию социалистов и за господина президента, потому что они получат скидку на пошлины, соответственно, больше денег смогут оставить внутри государства, заплатив больше налогов в бюджет и подняв заработные платы. Но так извините, а чего вы этого боитесь? Кто вам мешал за два года поехать в Российскую Федерацию, встретиться с правительством Российской Федерации и договориться о том же. О том же. И плюс к этому, вы об этом заявляете, когда сами находитесь в Соединенных Штатах Америки, и ваш председатель парламента говорит о том, что Соединенные Штаты Америки научат Республику Молдова строить цивилизованный мир, то есть они хотят сказать, что Молдова это не цивилизованное государство. Ну, записали нас в дикари. Да, тогда вы до этого довели, господин председатель парламента, а господин премьер-министр, который также там находится, и вы знаете уровень премьер-министра, который встречается с заместителем советника Госдепартамента США, то есть даже советник не смог с ним встретиться, а какой-то заместитель этого советника с ним встретился. И вы на этом фоне приглашаете Соединенные Штаты Америки, чтобы они наблюдали за ходом выборов в Республике Молдова, это вы не называете внешним вторжением и вмешательством в дела государства. А то, что мигрантам дали амнистию и помогли нашим гражданам, так вы это преподносите как внутреннее влияние на Республику Молдова. Так Россия, понимаете, им не нужно амнистировать наших граждан. Они бы даже с удовольствием, может быть, сказали, что, ребят, может быть, половина из вас бы уехала обратно в свою страну, и пусть они там живут, и у вас там работают, если вы можете обеспечить это. Но Россия дружественное нам государство, и наши, к сожалению, вот эти горе политики, которые находятся в парламентском большинстве, не понимают, что Россия, амнистируя наших граждан, помогает им же. То есть она помогает государству. Почему? Потому что если она сегодня возьмет и выдворит 700 тысяч наших человек обратно в Республику Молдова, ребята, откуда вы возьмете рабочие места, чтобы трудоустроить такое количество людей? При этом, не мало того, что трудоустроить, а сколько потеряет бюджет ваш? Потому что мы все знаем, что из России к нам поступает в Республику Молдова около 700 миллионов долларов ежегодно. Это то, что заработали наши мигранты там, в России, поступает в Молдову. Куда это девается? Смогут ли они столько же заработать здесь, в Молдове? При том состоянии экономики. Конечно. Во-первых, это все станут сразу нищими и безработными. Потому что сегодня даже по данным статистики, хотя они накрученные, мы с вами прекрасно понимаем, у нас свободных вакансий 25 тысяч, а вернется 700. Так, ребят, вопрос 675 тысяч, что вы с ними будете делать? И уровень зарплат надо не забывать. Это, я говорю, то есть мы с вами, если не дай бог, Россия пойдет другим путем, недружественным Республики Молдова. Представьте, что будет. И что вы тогда запоете, господа правители? И они опять обвинят в влиянии на внутреннее, так сказать, внешнем влиянии на внутреннюю политическую жизнь Республики Молдова. Когда вдруг такой десант безработных молдаван Молдаван вернется на территорию Молдова. Я бы на месте господина президента сделал бы демократической партией, может, некрасивое слово, подлянку, но в принципе может быть. Договорился бы с президентом России, что давайте-ка 300 тысяч, вышлите-ка обратно. Мы сейчас шантажом занимаемся с вами. Нет, слава богу, нашего господина президента, он государственник, он болеет за эту страну. И он никогда не пойдет на этот шаг. И мы с вами понимаем. Поэтому он и решает эти вопросы. Поэтому он и встречается, и добился того, чтобы мы стали наблюдателями в Еврозес. Потому что понимает, что это благо, это развитие экономики. Вот когда он разовьет экономику благодаря Еврозес, благодаря вот этой дружественной политикой с Россией, когда Россия откроет нам рынки, и у нас здесь в Молдову пойдут инвестиции, появятся новые рабочие места, то их не надо будет оттуда выдворять. Они сами сюда приедут, потому что будут знать, что они, конечно, удобнее работать, когда ты дома, где твои корни, где твои друзья, где твои знакомые, где твои родственники. Это логично. Но он прекрасно понимает, сегодня в Республике Молдова такого системы нет, чтобы это заработало, чтобы они приехали сюда. Поэтому он и пытается помочь им хотя бы там. Вот он сегодня помог их там. Завтра, когда он возьмет власть в свои руки и наладит систему работы в Республике Молдова, тогда он приедет туда и скажет, ребята, я вам когда-то помог, у меня налажена система в государстве, я вам могу гарантировать, что вы будете получать такую-то заработную плату. Рабочие места для вас, вот, пожалуйста, будьте любезны, давайте-ка мы вернемся в Республику Молдова и будем развивать наше государство, независимое и суверенное. Это проживала и Италия послевоенные годы. И вы видите, как развивается Италия, на каком экономическом уровне она сегодня существует. Вот, по большому счету, мы сегодня, Республика Молдова, вот на этих рельсах. И в наших руках, в руках именно граждан страны, чтобы эту республику действительно, она маленькая, ну, вот, ну, небольшие, да, мы можем выйти на уровень, где граждане вернутся обратно и будут жить здесь нормальной, хорошей, счастливой жизнью. И к этому мы и идем. Не могу не согласиться, но вот вопрос такого рода. Наверняка вы изучали данные последнего социологического опроса, который проводил Барометр общественного мнения. Конечно, отдельная тема обсуждения, насколько тождественны эти цифры реальной ситуации. Но, мне кажется, вот цифры, которые были опубликованы, они спровоцировали вот эту нервозность демократов. Ведь, смотрите, да, нельзя обойти стороной факт того, что социалисты набирают значительное количество мандатов в грядущем парламенте. Но наравне с ними в парламент входят демократы, входят новые правые объединения Майя Санду и Андрея Анастасия. Туда входит еще... Нет, все их четыре. Да, то есть четыре партии входят. И при этом, если слушать или внимательно читать их декларации, мы понимаем, что в их политических платформах не заложены никакие либо... То есть нет места каким-либо коалициям с демократами. В данном случае здесь получается такой абсолютно разновекторный парламент, у которого не может быть конструктивного будущего. Я опять же говорю, отдельный вопрос, насколько эти цифры соответствуют тому реальному положению вещей. Но вот насколько в данном случае правильно можно называть утверждение, что вот этот опрос насторожил демократов? Он действительно насторожил демократов. И это чистая правда. Во-первых, кто проводил данный социальный опрос? Данный соцопрос проводил, скажем так, и был представлен ближайшими сторонниками как раз Майя Санду и Андрея Анастасия. То есть уже правые сегодня не могут сказать, что кто-то нарисовал этот социологический опрос для того, чтобы оправдать себя либо превысить какие-то показатели. Если мы с вами посмотрим цифры и мы нашим телезрителям озвучим эти цифры, то есть партия социалистов в данном социологическом опросе набирает 45,5%. Партия демократов, которая идет на втором месте, набирает 15%. Госпожа Майя Санду со своей ПАС набирает 14,6%. И господин Анастасий набирает 9,9%. Вот что выдал данный социологический опрос. Теперь рассмотрим, с учетом того, что это делали ближайшие сторонники правых, именно Майя Санду и Андрея Анастасии, я предвижу, что у социалистов процент занижен. Им невыгодно показывать реальный процент, мы с вами это должны понять. Причем это я называю проценты из определившихся, то есть есть еще часть неопределившихся людей, это из определившихся, которые готовы голосовать. И процент Майя Санду и Андрея Анастасова немного завышен. Теперь рассмотрим с вами простую ситуацию. Даже если мы возьмем эти цифры и сложим вместе, партия социалистов сегодня имеет 45,5%, а они все трое, даже если мы говорим о том, что это правые, что завтра их США и Европа посадят троих за один стол, чтобы они создали альянс, и это тоже возможно, это один из сценариев. Как бы они не кричали, понятно, что после этого Майя Санду и Андрея Анастасия могут забыть вообще про какие-то политические свои лозунги, борьбы с олигархатом и так далее, но в любом случае такой сценарий может быть. Но даже если их троих садят за стол и они объединяются в альянс, они набирают 39,9%, что на 5, а тут не на 5, а на 6% меньше, чем одна партия социалистов получает сегодня. И опять приходим к тому, что это заниженный процент у социалистов, исходя из того, кто делал соцопрос. Они понимают, демократы, что социалисты берут не простое большинство, а почти конституционное большинство на следующих выборах. Вот и началась лихорадка политического демократов как бы сбить вот эту популярность, которую социалисты с каждым днем наращивают, наращивают и наращивают. И, кстати, одна фирма сделала такой небольшой расчет, сколько получат мандатов при вот этом раскладе последнего социологического опроса партии. Так вот, у партии социалистов сегодня 52 мандата, у Майи Санду 28 мандатов, у демократов 18 мандатов, и у Андрея и Анастасии, если не ошибаюсь, 14 мандатов. Это исходя даже уже с одномандатными округами. Понимаете, то есть тут мы говорили о партийных, а это уже исходя с одномандатными округами. То есть если партия социалистов по логике вещей, чтобы иметь простое большинство, им не хватает всего два мандата. Причем они в этих расчетах не взяли мандат СНГ и не взяли два мандата Приднестровья, где социалисты тоже имеют большой шанс. Вот еще три мандата. Теперь чисто арифметически мы с вами здесь в студии если рассчитаем, то на сегодняшний момент партия социалистов готова получить 54-55 мандатов. Это она еще не вступила в предвыборную губку. Это еще не началась предвыборная агитация. Это еще не пошли никакие телевизионные дебаты. Это еще не пошли никакие листовки. Это еще не пошла никакая программа. ни одного кандидата, ни платформа партии, ничего. Еще непонятен список. Да, мы одномандатников более-менее знаем у партии социалистов сегодня, но мы их знаем только 45. Мы еще не знаем как минимум 6 кандидатов, которые будут выдвинуты по другим округам. И мы не знаем какой список будет у партии социалистов. Может быть там будут такие личности, что они просто даже без агитационной составляющей набирают 60%. Это тоже возможно. То есть понимаете, здесь есть очень много но, но даже при этих но партия социалистов всего не имеет 51 мандат. Конечно, это испугает любого конкурента на выборах, а тем более тех, кто сегодня находится у власти и кто хочет эту власть удержать. Конечно, это их будет пугать. Это любого испугает. Предположим, на минуту, что среди наших телезрителей наверняка так оно и есть, есть и те люди, те лица, которых в этих опросах вписывают в категорию людей неопределившихся. И вот что можно было бы им сказать в качестве аргументов, почему именно партия социалистов, почему именно президент страны согласно целому ряду последних опросов занимают лидирующие положения. Почему именно так сложилась сегодня ситуация, что у партии социалистов неизбежное право на власть? Первый пункт, который я хочу отметить, что партия социалистов, как и господин президент, это действительно тут народная партия, тут народный президент. То есть это те в партии люди, которые общаются с людьми, они не убегают от них и не прячутся в каких-либо кабинетах, а спокойно выезжают в территории и пытаются решить в меру своих возможностей и своих полномочий сегодня какие-то проблемы и вопросы граждан, с которыми они сталкиваются. Да, может быть, где-то это бытовые, где-то мелкие, где-то невозможно решить, и мы понимаем, потому что та структура государственной власти, которую мы сегодня, к сожалению, имеем, не всегда позволяет решить те или иные вопросы. Но, по крайней мере, знаете как, лучше стараться и делать, чем не делать вообще ничего, как делают многие партии у нас сегодня, в том числе и правящая партия. президента, почему ему так доверяют люди? Ну, кто бы как не обвинял Игоря Николаевича в том, что он ничего не делает, что вот, ну, кто-то называет его недопрезидентом, ну, есть много откликов и в социальных сетях, силу ограниченных полномочий, но, вы знаете, иметь такую силу воли, которую имеет сегодня Игорь Николаевич, да, несмотря на все вот эти и отстранения незаконные, да, на 4 минуты, все обвиняют, что вот так, как так, а что, вы предлагаете, чтобы он сел и подписал те законы, и чтобы они вошли в жизнь, с которыми он не согласен, ни как политик, ни как граждане и которые бы, ну, элементарно, закон, где на наши плечи переложили миллиард, он должен был его подписать? Нет. Передачу республиканского стадиона, он должен подписать? Празднование 9 мая, чтобы было днем Европы, а не днем победы, он это должен подписать? А как он потом людям будет смотреть в глаза? А как он выйдет и будет говорить с людьми после этого? Конечно же, нет, и он никогда не пойдет на это. И то, что они нашли вот этот ловкий момент с точки зрения, что мы вас остроим на 5 минут через Конституционный суд и все говорят, а я бы кинул мандат, я бы сложил полномочия. Так вот, в этом есть и его политическая воля и его политическая дальневидность, что он не складывает мандат, а идет к своей цели и добивается того, что он обещал. Да, у него не получилось досрочные выборы парламента. но он сделал много попыток к этому. То, что ему это не дали сделать, это второй вопрос. Он обещал восстановить отношения с Россией. Пожалуйста, мы наглядно можем привести сейчас десяток примеров, как это сделано. Он сказал, что я буду дружить со всеми странами не ради кого-то и против кого-то, а те, кому выгодна республика Молдова и которые готовы помочь Молдове и которая признает Молдову как независимое государство. Он это и делает. И мы с вами можем опять-таки... Недавняя поездка в Париж показала, что он один из самых рукопожатных президентов. И в Армению, и в Париж, и в Брюсселе он был, и официально приглашал и президента Украины к нам приехать, и президента Румынии к нам приехать. Он готов со всеми встречаться, готов со всеми говорить, кто этого хочет в интересах нашего государства. Понимаете? То есть, еще раз повторюсь, его выдержка и его политическая мудрость только оставляет нам всем повоспитываться и поучиться тому, как он это делает и как он это выдерживает. И естественно, люди у нас в Республике Молдова простые граждане, они не дураки, они все это прекрасно видят. Они не всему верят тому, что говорят с телеэкрана. Ну, я сегодня говорю, медиаресурс, который работает против господина президента, да, не будем их называть просто у вас на телеканале в эфире. И поэтому его рейтинг и не падает. Поэтому его рейтинг сегодня и держится на уровне 52-55% доверия населения. А поверьте мне, если бы этот президент был бы ненародным президентом и делал бы не для народа, рейтинг был бы на уровне 15, ну, максимум 20%. Это те сторонники, которые голосовали за партию социалистов. Но помимо них, даже элементарно, у партии социалистов сегодня рейтинг 45, а у президента как главы государства 52-55. Это уже о чем-то говорит. И я еще одно скажу. Впервые, по-моему, за последние 9 лет ведь у нас проводят еще соцопросы каким государственным органам вы доверяете больше всего. Так президентура сегодня, то есть весь коллектив, институт президентства сегодня стоит на третьем месте в рейтинге. То есть это о чем говорит, что помимо самого главы государства президента, у него еще и подобрана команда, которая также работает для людей и которые люди доверяют, потому что они понимают, что если они туда напишут жалобы, они туда напишут письма, их не выбросят в мусорку, а будет рассмотрено, в каких-то случаях помогут, в каких-то случаях перенаправят, но хотя бы проведут какие-то действия для того, чтобы помочь, а не просто отфутболят. Вот в чем тут слава, скажем так, и признание. Сергей, вы произнесли такую фразу неловкий момент, имеется в виду неловкий момент сегодняшних политических реалий Молдовы, когда отстраняют на 4-5 минут президента, но мне кажется политический ресурс этого неловкого момента демократами уже наверное израсходован как можно было, то есть он уже близок к тому, что не дает тех дивидендов, которым бы им хотелось, и поэтому мне кажется это причина того, что прозвучали заявления от Адриана Канда о возможном импичменте главы государства. То есть на ваш взгляд что он вкладывает, какой смысл вкладывает в эти заявления? Ну сказать так, господин Канду вкладывает в этот смысл ну как обиженка, да, в данном случае он, я как личность говорю, заявляет об этом. Почему? Потому что несмотря на то, что он там побыл 4 раза его президента, несмотря на то, что он там выступает на всех телеканалах, вроде бы говорит умные вещи, рейтинг самого политика 0,3 десятых. Ну мы сами понимаем, глава парламента, законодательного органа, там с умным лицом, с харизмой и так далее имеет рейтинг 0,3 процента и рейтинг президентов 52 раза выше, ну имеет смысл высказать. Если мы говорим уже о стратегии демократической партии, в принципе демпартия может на это пойти. Это тоже опасный очень для них путь, так же как и состранением партии социалистов. Она скорее всего проиграет на этом пути и я так думаю, что это на 95% что она проиграет. Почему? Потому что во-первых у нас люди очень не любят когда кого-то обижают. Незаконно. А мы в данном случае не можем говорить, что его законно обидели. Понимаете? Именно незаконно. Все случаи отстранения господина президента, которые были, были произведены незаконно. И это доказано всеми юристами, конституционалистами, бывшие председатели конституционного суда, конституционные судьи. Это подтверждают. Это все сделано незаконно. Поэтому они как бы сами не хотя приведут часть электората к партии социалистов и к господину президенту этим действиям. Не хотя. Но приведут. И тогда рейтинг его с 55% я так думаю взлетит еще процентов на 20 в легкую. Только если они это сделают. Единственная причина, которую я вижу, почему они это могут сделать, они это могут сделать только для того, чтобы отсрочить дату выборов. Вряд ли они пойдут на то, чтобы отсрочить дату очередных выборов 24 февраля. Но на уровне этапа, если придет ситуация к тому, что нужно делать, будут досрочные выборы, они вполне могут объявить об импичменте президенту. Для того, чтобы им это сделать, им нужно две трети парламента. Опять у них нет сегодня уверенности будет ли две трети парламента. Непонятно, как проголосуют коммунисты за это или нет. И также непонятно, проголосуют либералы за это или нет и либерал демократы. Потому что если мы возьмем сегодня, что такое две трети парламента, это 67 голосов. А сегодня коммунисты совместно с социалистами имеют 70, извиняюсь, 31 голос, то есть у них остается всего 69. еще два голоса не хватает. И если не дай бог, либо либеральная партия, где 6 человек, либо либерал демократическая партия, где тоже 6 человек, отказываются голосовать за импичмент, все, у них постановление парламента не проходит на эту тему. То есть им нужно, чтобы как минимум они все были и все проголосовали единогласно. Второй момент. Если они все-таки добьются этого, это принимается простым постановлением парламента, на что они сегодня имеют право, причем имеют право до тех пор, пока Конституционный суд не валидирует новые мандаты избранных депутатов. То есть даже когда уже завершился 25, 26 февраля, 27 февраля, да, они имеют право это сделать. Они обращаются в Конституционный суд, Конституционный суд должен признать данное постановление парламента. Если Конституционный суд признает данное постановление парламента, они в течение 30 дней должны объявить о референдуме по поводу импичмента. К примеру, это все случилось. Опять понимая, что они уговорят либеральную и либерал демократическую партию, Конституционный суд, мы с вами понимаем, что тоже признает. И они назначают дату референдума. Естественно, мы все с вами должны прекрасно понимать, что референдум это пшик, это будут потраченные просто из бюджета деньги в небо, потому что для того, чтобы отстранить господина президента, на референдуме должно проголосовать не меньшее количество, чем за него проголосовало в 2016 году. Ну, вы же сами понимаете, больше 860 тысяч человек должны проголосовать на референдуме, что они согласны с импичментом. Это нереально. Но что они могут добиться чисто с юридической точки зрения? В случае, если данный референдум будет проведен по нашему законодательству в течение 180 дней нельзя проводить никакие иные выборы. То есть они себе могут удлинить срок еще на 180 дней. Вот к чему они могут подводить только вот этот импичмент. Но опять я повторюсь, конечно, я не думаю, что это случится. Почему? Потому что все-таки партия, надеемся, по крайней мере, я почему-то на 99% уверен, что партия социалистов с 24-го наберет такое количество мандатов, что все вот эти варианты, которые будут придумывать демократы, просто не возымеют смысла. Сергей, спасибо большое. Расставили мы с вами акценты над темами, по темам, которые, в общем-то, обсуждали, они связаны с тем, что сегодня происходит на политическом ландшафте. И мне кажется, многие вещи стали понятны нашим зрителям. Я надеюсь, по крайней мере. Это главное, потому что именно на мнении наших зрителей, которые являются избирателями, в общем-то, и основывается грядущий выбор Республики Молдова. Спасибо вам за эту встречу. Будем всегда с удовольствием вас видеть в нашей студии. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был доктор права Сергей Мишин. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Субтитры создавал DimaTorzok